Привет! Еще одна пластинка Майлса Дэвиса у меня вот здесь на подлете, на подходе или просто в руках моих. Вот такая вот она. Двойной альбом, который вышел в 1971 году. Называется Life Evil. Ну что же. Life Evil. Selims What Evil. В общем, много информации на непонятном языке и еще более непонятно, кто где играет, в какой песне, в какой пьесе. Ну будем называть это песнями. На самом деле, конечно, понятно, кто где играет. Здесь три разных состава. Альбом позиционируется как концертный. 1971 год, год издания. Но он не совсем концертный. Он составлен из концертного блока, который был записан в 1970 году, в декабре. Большой концерт. И состав там следующий. Сейчас я озвучу, чтобы было уже все понятно. Значит, Майлс Дэвис понятно. Художественный руководитель коллектива. И труба Кейт Джарретт, фортепиано и электронные клавишные инструменты. Майкл Хендерсон, бас. Джек Диджанет, ударные. Аэрто Морейро, перкуссия. Джон Маклафлин, гитара. Это первый блок. А начать прослушивание можно с любого места. Потому что это настолько разнообразная собрана здесь музыка. Про первый блок я уже сказал. Второй блок записан в студии Columbia в том же году, в 1970-м. Да, я не оговорился там, когда начинал разговор. Концерт записан в декабре 1970-го. В то же время где-то рядом в студии Columbia было записано несколько студийных пьес, которые тоже вошли в этот альбом. И многие критики говорят, что лучше бы выпустить было две одинарных пластинки, чем одну двойную, одну студийную, одну концертную. Но Майлсу Дэвису виднее. И когда начинаешь слушать от начала до конца эту штуку двойную, огромную по времени, с гигантским хронометражом. Больше 20 минут вот каждая сторона. Четыре стороны соответственно 80 минут с небольшим, даже больше. Некое разнообразие появляется. Потому что, вот я там начал говорить, например, если начать слушать с песен, с пьес Нем Ум Талвис. Это конец первой пластинки. И следующий номер Селим. Сразу же то. Создается ощущение, что Майлс Дэвис и его команда... Здесь, кстати, вот эти две пьесы. Здесь состав другой. Здесь играет... Здесь, во-первых, поет человек Хермета Паскуал. Майлс Дэвис, понятно, играет на трубе. Джек Диджанет ударные. Стив Гроссман саксофон. Херби Хэнкок клавишные. Рон Картер бас. Кит Джаред клавишные. Чик Корея клавишные. Три человека играют на клавишных. Да каких человека? Кит Джаред, Херби Хэнкок, Чик Корея. И Аирта Морейро, Перкуссия. Две коротких пьесы. Нем Ум Талвис и Селим. Здесь, в 1970 году, Майлс Дэвис и его команда, я снова повторился, играют ту музыку, которую через несколько лет стал играть Брайан Инна, и все остальные музыканты, идущие в сторону Эмбиента. В разных его проявлениях, в самых разных. Эмбиент это огромный пласт музыки, и там очень много композиторов, много чего понаписали. Музыка очень разная, но в принципе она вся Эмбиент. Она вся такая... И вот эти две пьесы, сыгранные Дэвисом, тремя клавишниками, барабанщикам, саксофонистам, перкуссионистам и вокалистам, они все прямо предвосхитили вот эту штуку. Вот их две послушайте, я напомню еще. Нем Ум Талвис и Селим. И здравствуйте, мы оказываемся уже даже не в 20 веке, а в 21 где-то, и музыка просто вот как будто ведущие электронные композиторы. Хотя электроники здесь не так много, но сама фактура она именно вот такая Эмбиентная. И если начать с этих двух пьес слушать, то думаешь интересно, что же такое будет дальше? Что же такое будет дальше? А дальше спокойно ставим первую пьесу на первой стороне, которая называется у нас Сиват. И слушаем вот этот грандиозный состав, который я озвучивал с самого начала. И понимаем, что не только Эмбиент предвосхитил здесь Майлз Дэвис. Хотя это нехорошо, он предвосхитил, он первым это сделал. Ну, первого не бывает. Первых нет. Все новации, они рождаются не одним человеком, они рождаются с разных сторон, примерно в одно и то же время, но с совершенно разных сторон, разными музыкантами. Просто кто-то становится более известен, у кого-то получается лучше, у кого-то получается ярче. И поэтому мы считаем, что Майлз Дэвис сделал вот эту штуку под названием Fusion. И много, много чего еще про Эмбиент я уже сказал. А Сиват, что мы там слышим? Мы там слышим те звуки и тот прием, который впоследствии стал называться Scratch. Вот эту вот штуку. Но играется она не пластинкой, а играется она, не знаю чем, то ли клавишными, то ли трубой, то ли саксофоном, то ли какой-то перкуссией неведомой мне, не знаю как называется. Но чистый идет Scratch. И чистый пошел фанк с диким басом, с диким рифом. И этот Сиват длинный, почти не на всю сторону, а ну на четыре пятых, наверное, стороны. И пошла такая раскачка могучая, могучая, могучая. Майлз Дэвис, чем он хорош еще? Помимо того, что он замечательный композитор, потрясающий исполнитель и тонкий и смелый художник, он еще работает по принципу живи и живи и жить давай другим. То есть играют все, вся вот эта огромная компания, всем есть место для самовыражения. В первую очередь, конечно, бас-гитаристу, с которого все начинается и на нем все держится вместе с барабанами. И пошла труба, само собой, адское соло на саксофоне и удивительное соло Джона Маклафлина на гитаре, естественно. Здесь вообще на этом альбоме Маклафлин развернулся куда больше, чем на студийных записях Майлза Дэвиса, типа Beach is Brew и In a Silent Way и Джек Джонсон даже. Там очень много играет Маклафлин, но здесь ему дали волю. То ли ему дали волю, то ли он от себя тяну уже стал играть на концертной части этого альбома, но он играл так много и так по-разному. И джазовые соло у него, чисто джазовые и чисто роковые. И уход в рок, особенно на последней пьесе, на четвертой стороне, на всю сторону, там уже совсем, уже до неприличия доходит роковая структура. Причем она идет с самого начала. Вся четвертая сторона, прямо с самого начала идет структура рок-музыки, сыгранная джазовыми музыкантами. И как-то даже это странно, и в четвертую сторону я въезжал довольно долго, честно говоря. Но потом въехал и мне понравилось. Особенно в финал, когда полный разгул получает бас-гитара. Это какое-то безумие. Это какое-то безумие абсолютное. Ну, помимо того, что в середине четвертой стороны, там какой-то адский хаос с ударными, с басом, с гитарой Маклафлина, просто уже эмоции льются через край. Мир реален, реальность, да, реальность. Материя – это реальность, данная нам в ощущении, как сказал Владимир Ильич Ленин. Так вот, эта музыка, она вся дана нам в ощущении. И понимаю, что музыка – это гораздо больше, чем приятная гармония, легко усваиваемая мелодия, которая западает в мозг, в сознание. И после этого не хочется слушать песни, которые мы называем хитами. Это скучно. Это скучно и неинтересно, потому что музыка гораздо больше, чем вот эти вот хуки запоминающиеся, вот эти вот мелодии, отели Калифорнии и все остальное. Это тоже прекрасно, это здорово. Ну, это такие, как коврик для ванны, как коврик в ванной. Необходимая вещь, приятная и полезная. Не более того. Ну, вот этот самый сиват длинный, где играют все, и замечательное саксофонное соло. Неожиданно лирическая, красивая, джазовая такая вещь. Коротенькая и хорошая. Хорошая, нежная, лирическая. После чего Джемини Дабл Имидж. Здесь к нам приходят Джо Завинул и Уайн Шортер. И получается самая, наверное, мрачная пьеса из всех, которые играл когда-нибудь Уайн Шортер и Джо Завинул вместе с ним. В основном Завинул Шортер играет все-таки солирующую партию в своем стиле. У него мягкий звук потрясающий. И он вообще лирик у Уайн Шортера. В моем представлении, по крайней мере, из всего того, что я слышал. А Завинул здесь какой-то нагоняет страшный мрак. Ну, и Дэвис соответствует ему тоже вместе с остальным бэндом. Довольно страшненькая вещь вот эта Джеминай. Ну, после нее идет у нас что? После нее у нас идет... Здесь так много всего и так все сложно. Запомнить название в основном сложно. А, What I Say. What I Say на второй стороне. Очень длинное полотно. И снова чистый фанк. Чистый фанк. Бас-гитара вперед. Маклафлин вперед. Саксофон вперед. Труба вперед. Труба Дэвиса издает какие-то звуки здесь то ли с педалью вау-вау, то ли он как-то так губами справляется и пальцами. Ну, абсолютно какой-то Хендрикс получается. Получается чистый Хендрикс, который перехватывает Маклафлин. И Маклафлин не здесь, а ближе к четвертой стороне. И на третьей стороне альбома, на втором диске. Разрывает уши всем любителям мягкого попсового звучания. Потому что фирменная его фишка, которую, по крайней мере, в ранних записях, ориентированных ближе к року, ориентированных на рок, потому что позже он стал играть и классическую музыку, и чисто джазовую, и индийскую. Да, мы знаем все. Remember Shakti проект. Кстати, я был на концерте. Замечательно. Было прекрасно. А его фирменная фишка – это малые секунды. Это самый диссонирующий интервал, который можно только взять на гитаре. Но если исключить музыку между нот, индийскую и азиатскую разнообразную, то в европейской музыке малая секунда – это вообще какой-то нонсенс. Это настолько режущая штука. Я привык к этому интервалу. Он мне очень нравится. Но у Маклафлина вот эти малые секунды – как бы его фирменный знак. Из 10 этих малых секунд он разбросал по альбому столько, что такое ощущение, что он только этот интервал и играет. Больше ничего. Прям переворачивает, режет. И вот этот диссонанс. Он так кайфов, он так все время на месте, так здорово под руководством Майлса Дэвиса. В общем, эта пластинка для меня стоит наравне с альбомом Get Up With It, двойником, про который я говорил недавно. Это дикая энергия от начала до конца, за исключением двух эмбиентных произведений и Little Church. Красивой лирики. На четвертой стороне, я забыл сказать, играет Кит Джаред. И Кит Джаред играет такие свои фирменные, мажорные, солнечные вещи. Он же, в принципе, у него музыка очень светлая, у Джареда. И вот эти светлые его клавиши, светлые аккордовые построения миксуются с адским просто вот этим гитаризмом Маклафлина и с черной трубой Майлса Дэвиса. И это очень неожиданно, очень здорово и очень ярко. И вообще здесь, как я уже начал говорить, одна сплошная энергия, которая льется раскаленной лавой, простите за пошлое такое сравнение. Но это действительно так, это действительно life evil. Это полная... Это бег, это бег, это артисты, которые несутся вперед. Это даже не артисты, это духи, какие-то духи музыки, которые несутся вперед и открывают нам, простите за пошлость, новые пути. Пошел пить. Это невозможно. Еще раз послушаю. Субтитры сделал DimaTorzok